Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы вернемся к конструктору сайтов Кандинский. Напомню, что это разработанный Теплицей шаблон для WordPress, с помощью которого любое НКО может сделать себе сайт совсем необходимым для работы. И сегодня я расскажу, как пользоваться в Кандинском шорт-кодами. Итак, вот мой экспериментальный сайт на Кандинском. На странице ОНАС я специально вставил несколько текстовых, ну или правильнее визуальных блоков, с помощью шорт-кодов. Например, вот. Или вот эта фотография. Или вот этот призыв. Все это есть в Кандинском и всем этим можно и нужно пользоваться. Что такое шорт-коды, как ими пользоваться и где они лежат. Итак, переходим в панель администрирования и находим нашу страницу. В разделе страницы вот, ОНАС. Нажимаем изменить. У меня она открылась как текст, по умолчанию она открывается в визуальном редакторе. То есть в таком виде. Закладка текст – это переход к HTML коду. С шорт-кодами можно работать и в визуальном редакторе, но удобнее все-таки здесь. Здесь наряду с HTML тегами мы встречаем наши шорт-коды. Причем у них даже синтаксис похож. Есть открывающие и закрывающие теги. Закрывающие – это то, что со слэшем в начале. Но в отличие от тегов, шорт-коды заключены в квадратные скобки. Закрывающие теги, кстати, нужны не всегда, и в этом шорт-коды также похожи на HTML теги. Там тоже не всегда нужен закрывающий тег. Итак, шорт-коды – это сделанные заранее разработчиками Кандинского куски кода, которые создают визуальные блоки. И чтобы всякий раз не писать весь этот код заново, его заменили, используя встроенный плагин на короткую команду. Все шорт-коды в Кандинском с одной стороны единообразны, а с другой – оставляют пользователям простор для творчества. Давайте рассмотрим синтаксис вот этого, самого простого. На сайте он выглядит так. Тут есть, собственно, сам тег, который говорит системе, что перед ней шорт-код, и она должна подставлять сюда кусок HTML-кода, созданного заранее. Название шорт-кодов, естественно, уникально – это вот эта часть. А вот сабтайтл – это как несложно догадаться заголовок, и его уже можно менять на свой лад. Далее идет закрывающая квадратная скобка и основной текст высказывания. Дальше закрывающий тег, и все. Соответственно, если мы захотим вставить такой визуальный влог на любую страницу нашего сайта, мы просто скопируем его, зайдем на страницу, куда хотим вставить, зайдем в закладку текст, вставим и отредактируем. То есть заменим все, что можно менять, на собственный уникальный текст. Но только то, что можно менять. Название шорт-кода, слово сабтайтл, весь синтаксис нужно сохранять. Случайно удалили кавычки, поставили где-то лишний пробел. Все это может привести к тому, что шорт-код не сработает. За этим нужно следить. Все, обновляем и смотрим результат. На странице волонтерам у нас появляется вот такая надпись. Текст наш, оформление разработчиков. Бензин ваш, идеи наши. Ну и давайте еще что-нибудь скопируем. Например, следующий шорт-код. Вставим, ну сразу по только что сделанной надписью, как это выглядит на сайте. Фотография, на ней текст, который имеет заголовок и высказывание. Возвращаемся к шорт-коду. Вот заголовок. Меняем. Вот высказывание. Тоже меняем. Ну то есть все по аналогии с предыдущим шорт-кодом. Обновляем и идем смотреть, что получилось. Ну да. Текст поменялся, но фотография явно не соответствует настроению высказывания. Тут нужно что-то побрутальнее. Идем обратно. За фотографию отвечает вот этот параметр. Точнее вот эти три цифры в кавычках. Image ID. Уникальный ID фотографии. Где его взять? В медиафайлах. У каждой фотографии есть свой уникальный ID. Если открыть фотографию, то вот тут в адресной строке будут эти три заветные цифры. Или две. Или четыре. Неважно. Брать нужно все. Копируем и вставляем. Опять же не забывая про кавычки. Синтаксис нужно соблюдать. И что мы имеем? Вот. Совсем другое дело. Красота. Напоследок скажу, что описание всех шорт-кодов, которые применяются в кандинском, есть вот в этой статье на гитхабе. Ссылку оставлю в описании к видео. Ну вот. Алгоритм достаточно прост. В принципе шорт-коды применяются не только в кандинском. Это общая практика для WordPress, да и вообще любой CMS. Все. Любите друг друга. Делайте сайты на правильных движках и шаблонах. Напоминаю свою просьбу. Если вдруг в вашей жизни после просмотра наших скринкастов что-то поменялось в лучшую сторону, напишите в комментариях. Мне это важно. И конечно же подписывайтесь на канал, ставьте лайки и задавайте вопросы. До новых встреч! Пока!